Мальчишки и девчонки, всем привет! И наконец-то Свет увидел полноценный релиз новой игры Counter-Strike 2. Вышла она на замену Counter-Strike Global Offensive. И на самом деле это довольно-таки важное событие, поскольку последняя Contra, а вот именно CSGO, вышла что-то 10 лет назад, по-моему, если не ошибаюсь. Это довольно-таки давно на самом деле, потому что многие из вас даже, скорее всего, еще не родились, когда Contra выходила последняя. И, естественно, многие игроки ждали новую часть Country, потому что CSGO, она уже надоела. Во-первых, это вонючая противная игра с вонючим противным комьюнити, это я вам говорю как игрок Counter-Strike, поскольку я в эту игру наиграл около, там, не знаю, около 5-6 тысяч часов я в эту игру точно наиграл. У меня, естественно, был Global, а это значит только одно, то, что я играю как минимум лучше, чем 70% комьюнити данной игры, потому что большинство, те, кто играет в Counter-Strike, они, ну, максимум получали, там, не знаю, калаш с венками. И опираясь на все это, можно сделать вывод, что мое мнение, оно как бы самое честное будет и объективное. Потому что, опять же, у меня был Global, а это значит, что я в эту игру играю хорошо, а это обозначает, что я знаю хорошо механику этой игры, я знаю, как она работает, я знаю комьюнити этой игры, опять же, я в нее наиграл более 5 тысяч часов. И я заявляю официально, что CSGO это старый, никому не нужный, вонючий кусок дерьма. И играть в CSGO там последние 2 года, это нужно было тупо себя не уважать, поскольку, ну, камон, CSGO давно уже устарела, игре, я напомню, почти 10 лет, если не больше, наверное, даже, и ничего в ней нового за это время не появилось, и никакая другая часть контры также не вышла. В то время, когда другие шутеры, а я напомню, что CSGO это шутер, так вот, другие шутеры, они предлагали гораздо больше геймплей, более интересный геймплей, более интересную графику, механику и так далее, в то время как CSGO стояло все это время на месте. Но в этом году Valve, видимо, осознав свою ошибку, анонсировали выход Counter-Strike 2. Valve анонсировали выход игры на лето этого кода, но почему-то, по каким-то причинам, игра вышла только сейчас, в конце сентября, но ничего страшного, главное, что игра вышла, да и тем более, все это время был закрытый бета-тест игры, ну, естественно, он был только у нормальных игроков, которые, опять же, хорошо в эту игру играют, а как вы уже знаете, я в эту игру играю хорошо, и мне, естественно, тоже дали ключ к бета-версии, я в него, естественно, все это время играл, ничего специально не выпускал, потому что я ждал вот именно полноценного релиза. Опять же, в бете было много багов, недочетов, но это для того она и делается, бета, чтобы искать все эти баги. И вот, наконец-то, вышел полноценный релиз, и я готов представить свое объективное мнение по Counter-Strike 2. И знаете, я вот максимально честен за своей аудиторией, если у меня в ролике появляется какая-то реклама, то я всегда говорю, что это реклама, если я считаю, что игра говно, то я говорю, что игра говно, если я считаю, что игра хорошая, то я говорю, что игра хорошая. И вот Counter-Strike 2, я сейчас говорю, без шуток, это, блядь, та же самая игра, что и CSGO. Да, это, по сути, та же самая CSGO, только теперь называется она CS2. И я, честно, не понял прикола, серьезно, то есть и вот это они разрабатывали там последние пару лет. Что, блядь? Нет, конечно, там есть изменения, в плане графики, допустим, немножко потянули графику, но она все еще говно, как и была в CSGO, также изменили интерфейс, изменили некоторые карты, немножко что-то сделали со стрельбой, но, как по мне, она точно такая же, я также всех нагибаю, бегаю. И, типа, они назвали это полноценной второй частью. Типа, знаете, когда тебе анонсируют Counter-Strike 2, ты немножко, наверное, большего ожидаешь, что ли? Вот, допустим, мы сейчас возьмем Counter-Strike 1.6 и сравним ее со следующей игрой в серии, а именно Counter-Strike Source. Между этими играми видна разница сразу, и не только в графике, так же в механике, абсолютно другая механика. А если мы, допустим, возьмем Counter-Strike Source и Counter-Strike Global Offensive, мы также увидим в отличие, так как в графике, так и в механике, потому что в этих трех играх по-разному работает стрельба. Да, она похожая, но она по-разному работает. И я ожидал от CS2, ну, немножко большего, что ли, типа, камон, все, что вы сделали, это улучшили графику, немножко переработали с тем матчмейкинга, там, 2-3 карты переработали, и все, реально все. И это назвали второй полноценной частью? Типа, чуваки, я не ждал от Контры, там, Battlefield'а нового или Call of Duty, но нет, нет, конечно, я же не дурак, Контра должна быть Контрой. Но это не должно ограничивать игру в разработке новых механик, типа, камон, ну, где подкаты хотя бы, где, почему ложиться в игре до сих пор нельзя? Я понимаю, там, это там было в CS 1.6, ну, блядик, тогда играйте в CS 1.6, почему я играю в ту же самую игру, просто с другими текстурками? Что за бред? Я ждал, действительно, хорошей новой игры, потому что Counter-Strike GO меня достала, это тупорылая игра с тупорылым комьюнити. И я думал, что вот они сделают нормальную новую часть, там будет новая комьюнити образовываться, будет совсем другая игра. Нет, они просто взяли, удалили CS GO и поставили CS 2. И все эти тараканы с CS GO перешли в новую Контру. И это главная их ошибка, потому что все проблемы с CS GO были чисто из-за комьюнити. И они взяли вот эту помойку игроков, перенесли в новую игру. Какого хрена? И опять же, я знаю, о чем я говорю, я много наиграл в CS GO. И большинство игроков Контры, во-первых, это школьники, которые все, что делают, это дрочат на скинчики и на звания. Ничего их больше в этой игре не интересует. Вся их цель в этой игре, это апнуть звание, чтобы оно было больше, чем у его соседа. Это весь их смысл жизни, это просто быть лучше, чем его сосед по парте, какой-нибудь Алешка. Но выше Калаша никто из них никогда апнуться не может, потому что, извините меня, в Контре нужно уметь думать. А школьник, который дрочит на скины и звания, этого делать не умеет. А человек, который покупает скины в игре за реальные деньги, ну очевидно, что у него нет мозга, потому что ты покупаешь картинки в игре. И я прекрасно понимаю, что скины это валюта, на которой построен гигантский рынок, и он вправду масштабный. И я поражаюсь, как Valve это могли сделать, это супер круто, но школьник-то этого не понимает. Он чисто их покупает, лишь бы чтобы хвастаться перед своим другом. Типа, смотри, у меня крутые скинчики, а ты лох-бомж, ой, меня убили. Наверное, он читер. Это вот типичный игрок Контре, который купил себе кучу дешевых скинов, лишь бы они были дороже, чем у его там какого-то друга. И ему важно еще апнуть звание, чтобы оно было так же лучше, чем у его друга. И если у него не получается апнуть звание, то он идет покупает себе либо буст, а потом сливается на высоких рангах, либо он идет покупает себе читы и играет с читами. А читер это вторая главная проблема данной игры, потому что каждый раз, когда тебя кто-то убивает, ты постоянно думаешь, а не читер ли он? Поскольку ты понимаешь, что все эти школьники, которых не получается играть, они все, что могут сделать, это купить чит за 5 долларов и играть в эту игру, и никто их не банит. Valve постоянно хвастается, как они улучшают античит, как они борются с читерами, но от этого почему-то читеров меньше не становится. И даже в CS2, даже в бете уже были читеры, огромное количество роликов на ютубе, где люди используют читы, и никто их не банит. Всем плевать на этих читеров. И каждый раз, когда ты в эту игру играешь, тебя кто-то убивает, и ты постоянно думаешь, а вот не читер ли он, или он просто хорошо играет, непонятно, и ты понимаешь, что система в этой игре не идеальна, и античит не работает, и ты всегда допускаешь, что скорее всего он может быть читером. И самый любимый мой вид игроков, это токсики, которые считают себя самыми умными, самыми лучшими игроками, при этом они ничего в игре сделать не могут, и не дай бог ты им сломать, что скажешь не так, все, он будет на тебя кричать, орать, мешать тебе играть, убивать тебя, он будет на тебя инфусливать, и так далее. Если ты вдруг будешь ниже, чем он в списке игроков, то все, ты тут же должен будешь удалить игру, тебя обзовут нубярой, будут твою мать, и вот это все так далее, и я этого реально не понимаю, потому что, ну, знаете, бывают такие дни, когда у тебя не получается играть, либо ты просто не умеешь играть, и к таким игрокам я всегда, типа, максимально лоялен. Я всегда им говорю, что не парься, все нормально, бывает, день неудачный, либо ты просто там первый раз в игру зашел, давай, и мы тебе поможем, как наша команда. Он нам дает нужную информацию, мы подсказываем ему, что нужно сделать, говорим, куда лучше пойти, и если чувак нормально и адекватный, то он нас слушает, и мы выигрываем игру. Но если это токсик, а большинство случаев это токсики, все, он начинает снова кричать, говорит, что ты нуб, он делает все такие же ошибки, и говорит, что просто вы ракалы, и мешаете ему играть. И так каждый раз происходит, ты пытаешься помочь человеку выиграть игру, а он тебя не слушает, ему плевать. И вот именно из-за этого я взялся без правила, что в эту игру я играю только с пати, то есть со своими друзьями, минимум 4, чтобы было из-за мной игрока, которых я буду уверен, что они не токсичные читеры, идиоты, которые дрочат названия и скины. И говоря откровенно, именно вот эти игроки, они испортили всю игру, из-за этих игроков не хочется играть в CSGO. И я ожидал, что в контре 2, ну, будет нормальная комьюнити, потому что это будет новая игра, в которой будут новые игроки, но нет, Valve взяли, просто старое комьюнити перенесли в новую контру. Охренеть, спасибо, теперь это снова неиграбельная помойка. И самое обидное, что альтернативы к контре, по сути-то, нету, типа, come on, Battlefield это просто экшен-шутер, колда, ну, то же самое, только меньшие масштабы. В них прикольно бегать, играть, да, но там нельзя с друзьями собраться в пати, какую-то тактику выстраивать и побеждать, там это так не работает, а в контре это идеально отлаженная система. И я вот хотел, чтобы это все то же самое было в новой части, но с каким-то новыми механиками, с гораздо лучшей графикой, улучшенной физикой, но нет, они сделали ту же самую игру, по сути, просто изменили текстурки, изменили немножко систему матчмейкинга и все. И еще игроков точно таких туда запихнули, которых я уже, собственно говоря, описал. И делая выводы, опираясь на все это, у меня возникает небольшая дилемма. С одной стороны, я снова хочу вернуться в эту игру, хочу в нее поиграть, потому что мне нравятся тактики в играх, нравится их выстраивать, нравятся все эти раскидки, там, кооперирование с игроками и так далее, это весело, это прикольно, но с другой стороны, я понимаю, что какие люди в эту игру играют, я понимаю, что меня там ждет, и как будто бы это просто тупая трата времени с испорченными нервами. И я бы, честное слово, не рекомендовал никому в эту игру играть, если у вас нет четырех друзей, с которыми вы будете играть в пати, потому что если вы будете играть не в пати, вас ждут эти самые игроки, которых я описал уже выше. И также дополню, что если вы раньше играли в CSGO и хотели вернуться именно вот в новую часть, то это не самое лучшее время, потому что, по сути, это та же самая игра, просто с другими текстурками и с другим матчмейкингом. Все ошибки, все проблемы, которые были в CSGO, они остались и в Counter-Strike 2. И на этом, в принципе, я могу видео заканчивать. И я считаю, что сдача этого видео, скорее всего, полностью выполнена, потому что главная цель этого видео было подогрев очка маленьких кейсеров. Я вам отвечаю, если это видео залетело в рекомендации кейсерам, то в комментариях творится полнейший ад. Во-первых, я назвал игру CS CS, с этого у них вообще бомбит. Во-вторых, я сказал, что я глобал. Я, кстати, реально был глобалом, но это не важно. И с этого у них также сгорит, потому что каждый, опять же, кейсер считает, что он лучший игрок, а все остальные нубы. И все эти комментарии лишь подтверждают мои слова о комьюнити CSGO, а уже нынешней CS2. В общем, чуваки, на этом все. Не забудьте поставить лайк, чтобы видео больше продвигалось, чтобы было больше комментариев от кейсеров. Вообще, я обожаю YouTube. Ты здесь что угодно несешь, люди это серьезно воспринимают и на серьезных щахте пишут комментарии, ставят свои дизлайки. Надеюсь, что тебя это расстроит. Как же это смешно. Ладно, чуваки, всем удачи, всем пока. Я пойду играть дальше в CS, потому что мне она, черт возьми, нравится. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok